всем привет это я и сегодня у меня вот такой вот нестандартный вариант моего блога объясню с чем это связано этот блог посвящен концу месяца хочется подвести какие-то итоги и я честно скажу что я заебался уже сидеть напротив этой молнии просто если бы вы знали на самом деле какое количество всяких приблуд у меня нет штатива вот который бы держал эту камеру и постоянно это через какой-то ёбаный пиздец мне приходится проходить для того чтобы у вас получилось хоть какая-то картинка на фоне обычно вот вот этот стол я сижу прямо на нем вот так вот я сейчас я продемонстрирую надеюсь ничего не снесу я вот так вот на него сажусь вот на этот вот стол да вот так вот потом потом вот так вот видите да такая вот камера значит тут стоит такой вот господи как он называется такой вот типа штативчик вот я восстанавливаю в него вот этот вот телефон вот потом вот видите это уже начинаются всякие проблемки сразу сейчас мы будем исправлять это все давай 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 ну вот ждем да как говорится что-то вот происходит достаточно медленно в общем вот я вот так вот разворачиваю 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 так надо в другую сторону разворачиваю этот экран да вот он не хочет разворачиваться до конца короче в общем вот пока что тут крутил вертел прервалась запись в общем какие-то достаточно такой непростой процесс в общем потом нужно будет выставить картинку нужно будет надеть вот эту вот линзу да вот это вот линза чтобы она немножечко сейчас мы расширила расширила кругозор чтобы влазила и вот это вот стена и магнитофон и вот это вот все да но при этом портится конечно качество картинки вы видите сами все стало мутное сейчас мы протрем наш моменту короче это постоянно какой-то блять пиздец и мне приходится постоянно сидеть на этом столе столе да все правильно и отекают ноги и нормального пока способа записывать чтобы и красивая картинка была и чтобы я влазил и чтобы вам было интересно нет никакого варианта поэтому мне сегодня честно говоря вот сегодня сложный выпуск у меня про итоги месяца и мне до пизды я буду сяду видите какой у меня дома срач вот это вот все у меня все валяется все эти книжки вот это так вот чтобы я эти книжки для того чтобы есть все второй канал на ютюбе я об этом потом как-нибудь расскажу для того чтобы эти книжки для того чтобы что я сидел и что бог и попадал а и попадала молния и попадал я и это было еще на хорошем расстоянии при этом чтобы подсвечил о мое лица подсвечил моё лицо и вот эти какие нужны эти книжки иначе я буду либо слишком низко с сидеть вот так вот либо слишком высоко стоять буду в общем вы видите я устал да и короче немножечко я испытываю смешанные чувства давайте так тема тема сегодня поэтому я сегодня сделал постараюсь сделать так как комфортно мне может быть вам будет не очень комфортно я участие может быть может быть это будет не очень красиво в кадре это будет выглядеть странно но иногда порой вот пока ты пытаешься исправить вот эти вот все вот эти недочеты картинки понимаешь что уже и записывать ничего не хочется или ты уже настолько вымотан что просто нет никаких сил поэтому и кстати говоря я тоже обратил такое внимание что не знаю как как у вас это я например все время своего вот этого желание быть в кадре желание заниматься музыкой сублимировал на работу и например всегда на работу как-нибудь наряжался как-нибудь все время там причесывался да и вот через возможность через внимание коллег как-то реализовывал свою вот эту вот потребности в публичности да но как только я начал вести эти блоги как только я начал снимать и как только мне действительно как бы якобы по работе, да, это же такое считается, ну, такая необходимость, да, артист, да, там должен якобы, да, все время красиво выглядеть, хорошо выглядеть, задавать пример. Слава богу, сейчас немножко сместились тренды, и я обратил внимание, что снимая свои собственные блоги, я совершенно не стремлюсь быть красивее. Единственное, что там могу, конечно, голову помыть, потому что понимаю, что, ну, как-то совсем уже не очень, если я себя чувствую, то пускай это будет как-то посимпатичней, да, хоть чуть-чуть. Ну, вот даже сейчас я понимаю, что вот у меня какая-то, я зарос с бородой, в общем, наделал какую-то первую попавшуюся футболку, и такой сегодня немножко скини бой. Оказывается, держать телефон в руке тоже не самое простое занятие, вот я, вот так вот я сел, чтобы вам было видно. О чем, собственно, блог, да, сегодня мой? Хотел поделиться итогами января. Как только я сегодня, мне пришла в голову эта мысль, я, честно говоря, расстроился, потому что подумал, блядь, а что я буду рассказывать? Ну, вот прошел целый месяц, а в моей жизни вообще как будто бы ничего не произошло, ничего не изменилось, как-то сразу начали наворачиваться слезы, и я подумал, наверное, я не буду записывать этот блог, потому что, ну, а что я могу рассказать, собственно, да. Но, с другой стороны, я так подумал, что если рассказать о том, что ничего и не произошло, это тоже в определенном смысле что-то, да, да, каким-то образом сыграет какую-то роль. И раз уж у нас сегодня такой разговор исключительно для тех, кто на меня подписан, кому интересно вообще послушать мои рассуждения какие-то, либо о жизни, да, это видео не будет у нас какой-то заманухой для новой аудитории, как я пытался это сделать, то сразу расскажу уже в нем про все мои последние впечатления о том, об этом месяце как раз-таки с точки зрения моего видеоконтента. И скажу так, когда я начинал этим заниматься в январе, я, конечно, с горящими глазами, мне было все равно, какое будет качество картинки, какая будет, какая будет, будет ли это все, буду ли я ошибаться в словах, или буду ли я чувствовать себя, в общем, буду ли я сожалеть о том, что я выложил эти видосы. И мне было все равно, я хотел уже наконец-то начать что-то делать и начал это делать. Но когда прошло какое-то время, я вот сейчас говорю, у меня опять подступают слезы, что как-то я, ну, всегда же мы надеемся, да, что мы начнем с чего-то, да, а потом начнет все потихонечку-потихонечку подтягиваться, какое-то качество, какая-то возможность, может быть, я там смогу позволить себе уже делать какой-то монтаж, потому что так хочется, очень хочется. И я понимаю, что прошел вот месяц, и вот дошел я до того, что сейчас вообще вот держу телефон в руке, и мне уже впадло даже ставить его на штатив, потому что я понимаю, что ничего не сниму. То есть, как будто бы тренд идет не на, не на улучшение качества, а как будто бы на ухудшение. Но я все равно не сдаюсь, и все равно это все дело продолжаю, потому что вот это будет вторая тема, почему. И сейчас я договорю еще какую мысль. Еще первые выпуски, когда я пересматривал их для того, чтобы подписать вот эти вот, да, на какой минуте я о чем говорю, мне нужно было их пересматривать. Это было, конечно, через какое-то определенного рода отвращение, но потом, когда я начинал себя слушать, я думаю, блин, а этот чувак как-то и дело говорит, не такие уж и глупые у него мысли, может, он имеет право на это. Но с каждым новым блогом я понимал, что я все больше и больше устаю, и все меньше и меньше времени. И, конечно же, когда ты занимаешься каким-то делом, ты ждешь каких-то результатов, да, ну, в общем, чтобы ты понимал, на что ты тратишь время, и ради чего ты тратишь это время, приносит ли оно. Может быть, тебе нужно было просто сходить погулять, а не сидеть и записывать там 25-й свой блог, да. Да, и я начал как-то за собой, если первые выпуски я слушал себя и как-то начал гордиться, то за последние выпуски как-то я слушаю их. Вот у меня сейчас записано два новых выпуска, я еле-еле уговорил себя выпустить про группу Тату, про группы, которые похожи по вайбу на группу Тату, еле себя заставил это сделать. У меня записано еще два выпуска, я, скорее всего, их выкладывать не буду, либо буду их монтировать, но монтировать я себе давал слово, что я не хочу. Не хочу этим заниматься, потому что это отнимет у меня большое количество времени, и я потом получу вот этих 80 просмотров, и буду думать, на что я потратил там неделю своей жизни. Мне этого, правда, не хочется. Хочется, чтобы это все было легко, на кайфе на каком-то и спокойно. В общем, и сейчас такой очень сложный пограничный период, потому что, с одной стороны, я понимаю, что я не хочу прекращать этим заниматься, С другой стороны, я понимаю, как же, сука, 34-летнему человеку это сложно. Как сложно, это при том, что у меня еще нет отношений, нет детей. У меня... Сейчас и работы нет, господи. Как при всем при этом, очень сложно просто жить, просто делать то, что ты любишь. Ну, потому что я каждую минуту, я каждую минуту своей жизни думаю, а на то ли я трачу сейчас время, может быть, мне нужно было бы сейчас пойти, я не знаю, сесть, не знаю, выучить язык английский. Я сейчас сижу, записываю этот блог и так далее, и так далее, и все время думаю, имею ли я на это право, могу ли я себе это позволить. И это так все время выедает мозг. Да, вот это плюс еще постоянный перфекционизм какой-то, и я понимаю, что я все свои вот эти критерии перфекционизма... Мне так страшно, знаешь, найти этот видос через, там, 10 лет, посмотреть на него и сказать, господи, какое же это дно. Как не стыдно ему было это все записывать, как не стыдно ему это было все говорить. Или я каждую минуту думаю, а не порчу ли я свою репутацию, когда я все это говорю, когда я вот этим матом, да, вот это вот все. В общем, очень сложно, когда ты взрослый человек, пытаться начать все с нуля. Правда. С одной стороны, вроде бы, тебе насрать на все, тебя ничего не держат, у меня нет каких-то там критериев, нет каких-то одногруппников, нет каких-то коллег по работе. Сказалось бы, что мне мешает, да, но вот все равно вот это вот какое-то мнение какое-то вот этого общества, общественности, оно все равно вот где-то сидит на подкорке, и ты не можешь просто выбросить из головы это все. И поэтому я вот эти выпуски сейчас не знаю, выложу или нет. Ну, давайте поговорим все-таки про итоги января. Тем, кто не заметил, да, да, январь прошел, да, казалось бы, только-только вот сейчас прогремели эти куранты, только-только мы были здесь, а уже один месяц, один месяц этого года потрачен. На что зададите вы себе вопрос? Я задал себе именно этот вопрос. Так, нужно закапать капли. У меня конъюнктивит, после ковида у меня вот такое вот, как это называется слово, когда у тебя есть какие-то постболезненные какие-то симптомы, да. У меня вот теперь конъюнктивит после ковида, и он проявляется у меня раз в месяц, и мне нужно каким-то образом его вылечить. Врач сказал, что если я продержусь 6 месяцев без конъюнктивита, то я смогу его победить. Если нет, то я каждый раз буду каждый месяц им болеть. Это очень мешает. Если бы вы знали, как сложно три раза в день капать эти капли. Казалось бы, три раза в день что там капать эти капли, но когда это переходит у тебя в обязанность какую-то, ты понимаешь, например, ты вот засыпаешь вечером, лежишь в постели, и ты понимаешь, блядь, я не закапывал капли. А у меня же их 4 вида, то есть это нужно закопать одни, подождать, пока они высохнут, потом закопать вторые, подождать, пока они высохнут, потом закопать третьи, подождать, пока они высохнут, а потом еще гель себе в глаза захреначить. И уже после этого, ну, то есть ты понимаешь, что если ты вот сейчас лежал сонный, и ты вспоминаешь про эти капли, думаешь, блядь, ну, это 15 минут сейчас, я еще должен как-то ходить. Если вот, ну, я сейчас говорю, это вроде бы кажется все легко, но когда это каждый день, и это обязательно, и нельзя это пропускать. Ну, сейчас все становится как-то уставший, измотанный, вот такая простая вещь, как капли, становится какой-то просто невероятной, невозможной задачей. Да, так вот про январь все-таки. Почему, казалось бы, я как бы, почему я расстроился, да, когда подумал о том, что нужно снять итоги января, потому что мне показалось, что ни хрена за этот январь не произошло, что я ни к чему не приблизился, ничего не добился, ничего не сделал, ничего не произошло, и я вообще просто потерял месяц своей жизни. И вот с этой мыслью я сегодня ходил целый день, как-то ругая себя, себя уничтожая внутри, себя порицая, вот. Но потом я сходил сегодня на психотерапевта, мы, кстати, совсем говорили не об этом, но как-то я поразбирал эту ситуацию, и мне показалось, что надо попробовать все-таки разобраться детальнее. И как раз-таки вот этим выпуском я попробую подвести для себя итоги, что произошло хорошего, что произошло плохого, произошло ли много событий и могло ли быть хуже или лучше. Каждый человек сам для себя может сделать такой анализ. Собственно, что произошло, чего не произошло, на мой взгляд, да. С одной стороны, я не нашел, ну, я до сих пор еще не вышел на работу. Я поясню, я 17 января не работаю, да, у меня не получают зарплаты, я снимаю квартиру, да, мне нужно каждый месяц за нее платить. Все деньги я уже потратил, которые я получил с отпускных, да, и сейчас я уже, сейчас одолжил, уже живу в долг, и уже, в принципе, половину суммы, которую я одолжил, уже, уже, ну, уже я потратил на еду, ну, то есть, это я еще, ну, вот еще коммуналку даже не заплатил из этих денег, а уже половины этих одолженных денег нет. И работы нет, и я понимаю, что пока я устроюсь, пока я поработаю до первой зарплаты, ну, то есть, какая-то невероятная боль, и ты понимаешь, что ты не знаешь, тебе не на кого положиться, ты не знаешь, куда пойти, если я сейчас эту работу не найду. А я честно хочу сказать, что на сегодняшний день все продвигается совсем не так, как я хотел, я, я очень, я сейчас, то, что я сейчас буду говорить, это очень лично, и, в общем, когда я увольнялся с последнего места работы, я себе поклялся, что я, моя работа будет связана исключительно с тем, чем я хочу заниматься, что я себе представлял. Я хотел работать, идеальный, самый идеальный вариант был работать маркетологом или музыкальным редактором в музыкальном стриминге. И самое, самое, что, что, что неприятное, что эти вакансии были, и я подавался и в Spotify, и в Яндекс.Музыку, и в Apple Music, и в МТС Music, и даже Huawei Music, сейчас появился новый сервис. Я туда подавался и на маркетолога, и на музыкального редактора, и меня даже не пригласили на собеседование. Я думаю, ну, если не я, если не я, то кто может занимать вообще это место? Ну, то есть, настолько другого человека, которому это все бы подходило, насколько, вот, было бы это вот его, насколько он, насколько я знаю, что можно сделать, сколько предложений у меня было. По итогу у меня было одно собеседование в Яндекс.Музыку, но на другую абсолютно позицию. Я уже сейчас не буду рассказывать, на какую, но она связана с абсолютно не моим профилем. И, конечно же, когда мы начали проводить это собеседование, стало всем понятно, что они ищут другого человека, и, собственно, и я ищу другой себе функционал, и поэтому ничего не срослось. Но на те вакансии, которые мне очень хорошо подходят, или, например, я откликался на вакансию в компанию Андерса на позицию ведущего YouTube-канала, и я получил отказ. Я думаю, ну, блядь, ну, кто, ну, кто, если не я? Сука, у меня пять лет театрального образования, три года театральной школы, я снимаюсь постоянно в какой-то рекламе, постоянно хожу на какие-то кастинги, веду сам свой блог, пишу свои песни. Ну, если не я, ну, кто, блядь, должен вести этот YouTube-канал? Я себе клялся просто, что я не выйду больше никаким никуда, ни в какую больше другую сферу, кроме как музыкальной. Я хочу свою жизнь посвятить музыке, актерству, театру, кино, шоу-бизнесу. Это то, чем я занимался с самого детства, и то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. Я столько всего умею, столько у меня кейсов, я поработал в Москве, я сделал свой собственный музыкальный проект с нуля, без ни единого бюджета, я столько всего реализовал. И, блядь, я не могу столько зарабатывать на этом деньги. Это, конечно, меня очень сильно, блядь, расстраивает. Конечно, меня очень сильно, я просто угловатость людей не могу понять, не могу понять, каким, блядь, местом, какой жопой, блядь, они читают это мое резюме, что они не просто не видят, блядь, что они просто, сука, не видят, что человек, который, блядь, столько лет занимается музыкой, столько я, блядь, веду эти музыкальные обзоры в тренде всех новостей, в тренде всех трендов, в тренде в курсе всего вообще, что, блядь, происходит в этом бизнесе. И, блядь, ну если не я, ну то кто, блядь? С другой стороны, я, конечно, вижу в этом возможность. Ну, блядь, что мне остается, сука, видеть, блядь, в этом возможность, если, блядь, больше других вариантов, сука, нет. Почему-то меня, блядь, приглашают, блядь, в какие-то, блядь, другие места, где нужно, где абсолютно вот то, чем я никогда не занимался. И вот именно туда меня, блядь, зовут. Мне все говорят, какой я заебатый, блядь, вот тот-то, тот-то, сё-то, сё-то. Но я, блядь, хочу заниматься абсолютно другим, сука. И если бы я еще, говорю, если бы я еще никуда не откликался, если бы я сидел бы на жопе ровно и ждал бы, блядь, этих предложений, круглосуточно, круглосуточно, блядь, с восьми часов утра до двенадцати часов в ночи, семнадцать, шестнадцать, восемнадцать часов в сутки, я трачу на то, чтобы найти эту работу, сделать эти тестовые задания, прописать всем эти ебаные анкеты, все позаполнять. Нет. А самое в этом все дело неприятное, то, что если есть люди, которые могут просто вот, я хочу работать, вот другой какой-нибудь человек скажет, я хочу работать, блядь, маркетологом в компании Яндекс, и пока, блядь, там мне освободится вакансия, я могу себе позволить ждать. Я не могу позволить ждать. Я не могу позволить. У меня никто за меня не заплатит за следующий месяц за квартиру, никто мне, блядь, не даст этих денег, я уже одолжил, уже, блядь, живу в долг. Я не могу ничего предпринять, не могу ничего сделать другого. Только мне, я, я, ну, то есть, у меня сейчас есть три предложения, и я должен выбрать одно из них. Я вот сейчас сижу и думаю, если я скажу, что мне эти все три предложения не актуальны, а потом пойду туда работать, я буду выглядеть как мудак, или буду выглядеть как кто? Или, или я буду выглядеть как просто как человек, который сдался, или что? Да, блядь, на сегодняшний день я не хочу работать ни в одном из тех мест, которые мне, блядь, предложили. Сука, не хочу! Я все это, блядь, знаю, все это умею, все это уже делал 10, сука, лет назад еще, когда работал в Альфа-банке. Я хочу, блядь, заниматься музыкой, блядь, и зарабатывать на этом деньги, но, блядь, у меня нет возможности. Я должен опять сейчас идти в какую-то ебаную, блядь, структуру, и опять делать вид, что мне это суперинтересно, для того, чтобы после работы сидеть дома, блядь, в последнем издыхании, блядь, писать эти песни, а потом не высыпаться, идти на работу, опять выкладывать эти песни, которые не будут раскручиваться. Блядь, я, сука, так устал от этого всего, и я понимаю, что я опять прихожу на то же самое, как 4 года назад я приходил на свою последнюю работу, я думал, ну вот сейчас я вот месяцок там поработаю, сейчас, а потом у меня музыка закрутится, вот это вот все. Нет! Нихуя! Нихуя! Нихуя, нихуя, нихуя! Я пришел, я сейчас думаю, а ну хуя я вообще увольнялся, если я сейчас приду на такую же работу, только в другой организации. Зачем я увольнялся, если я, блядь, давал себе слово, что я буду работать только там, где я хочу, что я буду заниматься только тем, чем я умею, и том, чем мне нравится на самом деле. А сейчас мне опять нужно делать вид, что я, блядь, буду, блядь, что я опять... Что мне... Да, да, мне все интересно, да, конечно, да, да, да! Нихуя мне не интересно! И поэтому я, сука, просто в каком-то ебаном, просто в каком-то аду эмоциональном. Я не понимаю, почему в жизни так все сделано, почему человек, который всю свою жизнь занимается театром, музыкой, шоу-бизнесом, ютюбом, кино, имеет, блядь, образование, блядь, в этой сфере. Почему, сука, я, блядь, все время, блядь, выживаю, блядь, и занимаюсь не тем, чем я люблю? Почему, почему, почему? А самое интересное, что я ничего не могу сделать. Ну, я говорю еще раз, какой-то человек скажет, я не хочу этим заниматься, и все, и сядет и будет ждать, или будет сидеть, снимает этот блог в ютюбе, пока он не раскрутится, будет год снимать, два снимать, три снимать, пока он не раскрутится, он будет заниматься тем, что он любит. Я, блядь, сори, позволить себе этого не могу, я могу только, блядь, сидеть, я после работы, блядь, этим заниматься, на последнем издыхании, а потом ненавидеть эту музыку, потому что занимаюсь ей на последнем издыхании. Блядь! Какие итоги, блядь, января? Хорошо, давайте про хорошее. Да? Про работу сказал, живу в долг, понятно. В отпуск не поехал, сейчас опять устроюсь на работу, не смогу поехать еще, блядь, ближайшие полгода, год в отпуск. Заебись! Потому что купил себе одежду, это же так прекрасно! Я могу себе только купить одежду, либо поехать в отпуск. Я не могу! Я хочу и отпуск, и одежду, это так нормально! Полная неопределенность, и поэтому я на таких нервах. Да. Что дальше? Давайте о другом, да? Плюс, может быть, я все, что можно было негативного вылил. Давайте сейчас попробуем о хорошем. В этом, этот год я начал с работы над собой, с того, что вы... С ретрит-тура, вот чуть не сказал, да? С ретрит-тура. С того, что поехал в ретрит-тур. Я очень горжусь этим, я постоял на гвоздях. Это было так круто. Я предпринял огромное количество шагов для того, чтобы сделать свое будущее лучше. В том числе и уволился с работы. Я делал это для того, чтобы мир стал лучше. Для того, чтобы... Да для того, чтобы приносить людям пользу в том месте, где я могу, в том, чем я умею заниматься, в том, что я хочу делать. Но нет, мир меня не слышит. Мир хочет, чтобы я занимался другим, чтобы я мучил себя зачем-то. Зачем я? Зачем? Окей. Начал я с работы над собой. Только я вернулся из ретрит-тура, 3 января я записал свой первый YouTube-блог. Я очень долго, много лет к этому шел. Свой первый блог, который вышел на этом канале, я монтировал 8 месяцев. Вот. Именно поэтому я сейчас снимаю все без монтажа. Все выкладываю так. Почему я делал это 8 месяцев? Потому что я снял видео. Потом подумал, что плохая картинка, плохое качество, плохо говорю, надо сидеть монтировать. Потом, пока я уверял себя в том, что это плохо, прошло месяца 3. Потом я подумал, нет, ну я же все-таки снял, надо что-то сделать. Потом подумал, ай, нет, все говно, надо лучше с нуля я перепишу. Потом опять 3 месяца прошло. Потом я еще недели... Короче, потом я по итогу это смонтировал. Монтировал недели-две. Мне это все не нравилось. Потом я еще месяц думал, и по итогу я это выложил. Ну, это где-то 8 месяцев прошло. Поэтому я понял, что с моим чувством перфекционизма, с моим, собственно, доводкой себя, да просто до изнеможения, до такого, вот до уничижения, сколько я себя довожу, я никогда, блядь, не выложу следующий блок. Я буду выкладывать так, как есть, так, как получается, так, как я могу. Все, больше меня не ебет. Не нравится? Окей. Я могу, я могу сделать это лучше. Я могу сделать это, блядь, бриллиантово, чтобы это выглядело качественно, суперкруто. Но я не могу все это делать один, после работы, каждый вечер, по чуть-чуть. Я не могу себе этого позволить. Я очень хочу делать качественно. Я знаю, как это делать, но я не могу позволить себе это делать. Потому что я не буду жить тогда вообще жизнь. Я буду делать один ролик в несколько месяцев. Он получит какую-нибудь тысячу просмотров. И я никогда не сделаю себе роста. Никогда у меня этот рост не произойдет. Поэтому я начал делать, снимать сейчас, выкладывать так, как есть. Смотрите вы, досмотрите вы это, не досмотрите вы, не до пизды все. По-другому не будет никак. Будет только так, как есть. Что еще? Что еще? Этим можно гордиться. За январь на моем канале на сегодняшний день вышло 28 роликов. На секундочку, блядь. 28 роликов на ютюбе вышло за январь. Но это, блядь, не с пизды. Это не за секунду все делается. Это очень сложно. Это все сложно писать эти хэштеги. Это все очень сложно. Эти обложки. Все я делаю сам. Это очень-очень сложно. На моем канале появилось только рубрик. Появилась живая среда. Появился новостной обзор. Я каждую неделю выкладываю какую-то полезную информацию. Сейчас вот снял про ID-карту. Хочу снять про то, как записать актерскую визитку. Куча тем, которые я постоянно себя уничтожаю. Могу ли я, имею ли я право записывать на эту тему видео. Не подумают ли, что я какой-то ебанат. Или еще что-нибудь. Не порчу ли я свою репутацию. И так далее. Но я получил до 19 подписчиков. Много это. Да, это много. За последний год. Это больше, чем я получил за последний год. Да, я получил 19 подписчиков за этот месяц. Это больше, блядь, чем за весь прошлый год. Да, это, блядь, результат. Да, это хуевый результат. Но это результат. Что еще произошло? Я открыл себе шенгенскую визу, наверное, из-за ID-карты, и я другого повода не вижу. Мне дали шенгенскую визу на 10 дней. На 10, сука, дней, блядь. Все мои друзья, у моей пары, с которой у нас было две последних одинаковых абсолютно визы, дали на год, мне дали на 10 дней. Заебись. Да, при том, что я планирую сейчас уезжать в другую страну, и теперь я хуй знает, как я в другой стране смогу себе открыть эту шенгенскую визу, блядь, если я планирую хотя бы на год себя освободить. С одной стороны, да, это хорошо. Я открыл визу, это результат. Я этим занялся, я это сделал, я уже ее получил, это, конечно же, результат. Но то, что мне ее дали, блядь, на 10 дней, это ебаный, сука, пиздец. Блядь. Я не знаю, чем я заслужил, у меня попросили справку из паспортного стола, я все предоставил. Почему так, почему, когда я делаю как человек, ничего не получается? Я же, блядь, делаю все как человек, как для себя, как, как... Да, из хорошего. Я купил себе одежду, купил себе фирменные костюмы Adidas, все, как я хотел. Купил себе куртку, купил себе AirPods Pro. Я, блядь, год себе мечтал про этот AirPods, купил себе эти AirPods, купил себе чехол для них, купил красочи новые. Да, я горжусь этим. Но, сука, я не горжусь тем, что, блядь, купив себе одежду, я должен, сука, вот на таких нервах сейчас сидеть и думать, где, блядь, за что жить. Почему, блядь, в этой жизни, блядь, нужно все время, сука, либо ты одежду покупаешь, либо, блядь, живешь. Почему, почему, вот мне сегодня друг пишет, я себе сегодня с утра вот заказал вот доставку из Мака. Я понимаю, что я тоже хочу себе заказать доставку, не из Мака, другую доставку хочу заказать. Но я не хочу, сука, опять вставать и готовить себе этот завтрак, ебаный. Я каждый день делаю этот одинаковый завтрак. Я хочу себе позволить выйти из дома, зайти в какое-нибудь кафе, зайти куда-нибудь, просто провести свободно выходной день, блядь, как человек, пойти погулять, потратить деньги на что. У меня их нет, сука, я себе купил одежду, все, я, блядь, теперь как, сука, блядь, должен жертвовать, блядь, всей своей основной жизнью, блядь. И все, блядь, Серега купил одежду, все, больше ему не надо ни выходить никуда, ни одежду покупать, ничего, блядь, ему больше не надо. Почему, блядь, я в 34 года, блядь, не могу себе позволить, сука, заказать, блядь, в выходные, в выходной день, сука, доставку еды, блядь, сука, как, блядь, я, блядь, до этого дожился, сука. У меня, блядь, 20 почти лет, сука, опыта работы, сука, 20 лет, блядь, опыта работы. Я, блядь, не могу себе, сука, заказать, блядь, на выходных доставку еды. Блядь! Да, я купил себе одежду. Прекрасный результат. Давайте так, хорошо. Не будем переводить все в плохое. Я купил себе одежду. Заебись! Так, что же еще хорошего? Да, я чуть не сгорел, блядь, и остался жив. Потерял из-за этого друзей. Но это тоже результат. Давайте честно. Да, я понял, что если я, блядь, продолжу в таком же духе, я, блядь, сука, сгорю в этой квартире, если я опять буду спать по 4 часа и буду, блядь, искать круглосуточную работу своей мечты, я, блядь, могу сдохнуть. Казалось бы, да? Парадоксально, да? Если ты будешь стремиться к своей цели, ты можешь сдохнуть. Пиздец! Это заебатый вывод. Хорошо. Я этот вывод уяснил себе. У меня вся квартира воняет до сих пор гарью. Но как-то жить можно, да? Я понял, что я буду себя беречь, буду относиться к себе с уважением, больше не буду, блядь, спать по 4 часа и стал спать больше, да? Стал чуть-чуть больше себе уделять времени. Все равно не столько, потому что столько, сколько бы хотелось, не получается. Да и не может, а не за что. Я бы с удовольствием сегодня провел бы время, например, в какой-нибудь баре. Но, блядь, в бар я сходить себе позволить не могу. Потому что я уже на одолженных деньгах, на одолженных деньгах, и могу только сидеть записывать злобные, блядь, видосы в YouTube. Что ж дальше? Что хорошего? Ну да, да. То, что я не общаюсь уже месяц с теми людьми, которые до сих пор не прослушали мои голосовые сообщения, которые я записывал 3 января. Так до сих пор не ответили мне по поводу того, Серега, все ли с тобой в порядке после пожара. Собственно, как... Да, я ничего не потерял. Да, неприятно. Ну да, оказалось, что жить без них тоже можно. Вот. Как-то я проживу. Дальше. Это тоже результат, да? Это сложный результат, но это тоже результат. И он тоже за этот месяц. Что еще произошло? У меня была первая репетиция с группой музыкальной. Меня пригласили попеть в музыкальной группе. И даже согласились делать свой репертуар. Потому что со своими старыми ребятами я так и не смог добиться того, чтобы делать свой репертуар. Они очень хотели делать каверы. Потому что якобы на каверах можно зарабатывать. Ну, для того, чтобы зарабатывать на каверах, нужно найти себе сперва заказчиков. Да, а заказчиков на каверы найти точно так же сложно, как и на свои сольные концерты. Поэтому я решил, что я буду продолжать заниматься своей музыкой. Каверов я уже напелся за последний год дохуя. И я люблю чужие песни исполнять в том числе. И делаю это и на своем канале тоже. Ну, и свои песни я тоже не собираюсь забивать на это. Просто потому что кто-то считает, что на них сложнее зарабатывать. Мне не сложно. Вот меня пригласили другие ребята. Но опять-таки, я даже не знаю. У нас с ними была одна репетиция. Она была спорная, такая очень установочная. Сказать, что удачная, я бы не сказал. Но она была, она прошла. Я этим горжусь. Вот при всем моем вот этом режиме я выучил две песни новых, сходил на репетицию. Попробовали мы две моих песни сделать новых. И я очень этим горжусь. Репетиция получилась, опять-таки, повторюсь, спорная. И опять-таки, я даже не знаю, может быть, я сейчас уеду в другую страну, и у нас больше не будет никаких репетиций. Но это тоже результат. Это тоже результат. Кто-то скажет, может быть, что я распыляюсь. Да хуя, и петь хочу, и работу искать, и работать. И вот это все, и переезд. И как это, блядь, ты, Серега, определись либо одно, либо второе, либо третье. Но я уже сказал, я хочу заниматься музыкой. Вот чем я хочу заниматься. Все остальное, блядь, это только для того, чтобы выжить. Сегодня был психотерапевт, он говорит, как-то мы перешли на тему жилья и... А, на тему сестры я говорил. Он говорит, слушай, говорит, а я думал, подожди, у тебя мама жива? Я говорю, да. Он говорит, ты за столько времени, сколько мы с тобой общаемся. Говорил, только они в прошедшем времени. Я подумал, что у тебя нет вообще родственников никаких. Я подумал, что твоя мама... Ну, то есть, твоей мамы едут в живых. Что у тебя вообще в Минске некуда приткнуться? Вот. Я говорю, а что ты мне предлагаешь? Переехать... Переехать к моей маме жить в однокомнатную квартиру? Или переехать к моей сестре, которая снимает комнату в двухкомнатной квартире со своей парой? У меня нет возможности. У меня нет запасного аэродрома. У меня, кроме этой квартиры, в которой я живу, нет ничего. И если я завтра лишусь этой квартиры, то у меня негде будет жить. И да, я могу положиться только на себя. Поэтому мне приходится заниматься и музыкой, и поиском работы, и возможным переездом, и не переездом, и визой, и всем этим. Все. Все самому. И готовить завтрак, и обед, и ужин. И все-все-все делать самому. И не знаю, мне кажется, после этого видео ни один нормальный человек вообще с этим нытиком, и вот этим человеком, который не стесняется вот такие вещи рассказывать на весь интернет, вообще никто не будет со мной общаться и подумать, что я конченый ебанат. А я все равно ничего не теряю. У меня все равно никого больше нет. Мне некому вот так вот просто пойти, кроме психотерапевта, пойти вот так вот поплакаться. Потому что для своей сестры я обязан быть старшим братом. Мне было бы очень приятно, чтобы моя сестра могла, когда у нее не будет где переночевать, приехать ко мне, а не мне к ней. К девочке, которая на 10 лет меня младше. И живет со своей парой. Правда, когда я начинал записывать это видео, у меня было стойкое желание все-таки вывести в позитив это видео, рассказать про то, что вот я и одежду купил, и визу открыл, и с работы еще пока не определился, но определяюсь, и то, что на YouTube завел, и столько подписчиков, уже 19, но больше, чем за весь последний год, и репетиция с группой, и не сгорел и выжил, и столько плюсов, и столько плюсов. Но почему-то вот хочется сейчас сказать про какую-то пустоту. Я сегодня вот психотерапевту рассказывал об этом, мне сегодня приснился сон ночью. Я его забыл, когда проснулся, но потом увидел рекламу в телефоне, и вспомнил этот сон, там, по этой рекламе были, ну, еще не важно. Сон был такой, мне приснилось, что у меня как будто бы есть ребенок, но ребенок, не совсем чтобы, он как будто бы эмбрион в ракушке в такой, ну, то есть я могу эту ракушку открывать, поднимать, смотреть, как он растет, развивается, вот. И как-то во сне вот мне казалось, что это, я понимал, что это мой ребенок. Не знаю, как-то вот так вот мне казалось. И я каждый раз, когда открывал эту ракушку, мне почему-то все время так было страшно, мне казалось, что этот ребенок задохнется. Ну, как он там в этой ракушке может расти и развиваться? Но при этом я каждый раз открывал ее и понимал, что он живой, этот ребенок, он растет, он становится больше. и меня это радовало вот но я помню что сон закончился тем что я вот не помню мне как это двойная 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 но при этом меня это не пугало абсолютно во сне мне казалось это абсолютно нормальным это казалось каким-то само собой собой разумеющимся что-то что ребенок может так расти да это странно но как-то вот во сне это кажется нормальным казалось да и и в конце я помню что закончилось все как-то тем, типа тем, что либо я открыл эту ракушку, и ребенок не дышал все-таки по итогу, либо то, что этот ребенок пропал, и я вообще не мог его найти. Что-то либо одно из двух, либо и то, и другое, я не помню. Вот. И мне психотерапевт сказал, что это я. Что я вот этот ребенок, которому страшно, который задыхается, который очень маленький, которому очень страшно, которому очень тревожен. И я вот вижу в этом себя. Ну и да, я сегодня с утра, когда встал утром, я думаю, блядь, как же я не хочу идти готовить тот завтрак. Почему я так хочу просто взять и съесть что-то готовое. Но ничего нет готового. Нужно идти готовить завтрак. И я так лежал сегодня с 11 до 2 часов дня, просто в постели не хотел вставать. Потому что я понимаю, что нужно идти и готовить завтрак. Я не хочу готовить завтрак. Я просто хочу поесть. Почему, почему, почему я каждый день должен это делать? Почему я не могу просто позавтракать, встать и готовое съесть? Как же, сука, как же я устал от этого. Я сегодня опять думал о том, что я не хочу жить. Вот это бы, блядь, было бы классно, если бы все сегодня закончилось. Но я просто не справляюсь с этой жизнью. Я просто с ней не справляюсь. И поэтому очень сложно делать какие-то выводы позитивные из всего этого моего рассказа. Работу я нашел нелюбимую. Я нашел, я выйду на нее и буду работать. Даже, наверное, буду рад. Наверное, даже буду работать. И опять с попытками после работы записывая эти песни, надеяться на то, что какая-нибудь песня в очередной раз... Инстаграм даст мне не три просмотра, не десять просмотров, три лайка. А может быть, он меня сжалится надо мной и даст мне на мой следующий релиз больше лайков. И моя песня все-таки раскрутится. Я все-таки когда-нибудь уйду с этой работы нелюбимой, буду все-таки заниматься музыкой, буду заниматься хореографией. Вместо работы буду писать песни, буду репетировать с музыкантами. Как много есть чего, чего я хочу делать про музыку. Я хочу делать хореографию, хочу встречаться с музыкантами, хочу ходить в спортзал, хочу учить английский. Все это для музыки. Хочу постоянно совершенствоваться, заниматься с вокалом. Постоянно хочу. Это же столько часов можно тратить просто на вот эту профессию, на музыку. А я вместо этого, блядь, пять минут записал песню, пять минут сходил на репетицию, пять минут поел. Я так хочу свою жизнь тратить на то, что я люблю. Там, где я могу быть нужен, там, где я могу быть полезен, там, где я могу приносить пользу. Но я вынужден жить какую-то чужую, сука, жизнь. Чужую, блядь, жизнь. Почему? И вот такие итоги января. Это тоже итоги. Вот такие итоги. Да, нужно как-то работать для того, чтобы себя содержать, для того, чтобы потом потихонечку, по шагу, по шагу, по шагу. Но я это делаю уже последних 10 лет. В 14-м году я ушел из банка для того, чтобы только заниматься музыкой. Чем мне это обернулось? Вот тем, что я сейчас сижу в 2022 году, 8 лет спустя. И вот это все опять, 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 опять. Это по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу. Раньше, я честно скажу, я когда еще был дурачком и загонялся по гороскопам, по всяким, по какой-то мистике вот этой ебанистической, по какой-то хуете вот этой. Я думал, что я не старею, что мне, ну, типа, не дают вот старость, блядь, кто-то там, блядь, Всевышний, еще кто-нибудь, не дает мне ту старость для того, чтобы я все-таки успел стать, ну, успел как бы, типа, красивым попасть на вот на эту вершину Олимпа. Представляете, о чем я думал? То есть, ну, как бы, типа, я постарею тогда, когда я, типа, мол, взойду на эту вершину, а покорю я эту все-таки вершину молодым и красивым, привлекательным. Честно, конечно, понимаю, что это полная хуйня. Все. И просто у меня хорошие гены, плюс я за собой вообще никак не ухаживаю. Вот. Делал себе полтора года назад эти уколы, подтягивал себе свисающие эти мешки под глазами. Не буду говорить за сколько. Вот. И это единственное, что я делал для своей внешности. Вот. И сейчас я понимаю, что... Честно скажу, когда-то у меня было ощущение того, что я могу... Ну, знаете, вот это вот до 30 лет что-то добиться, там, вот это, да. Сначала... Я помню, у меня была... Когда у меня была группа зарисовки. Мне было тогда 17 лет. Я помню, что... Или 16-17, что-то такое. И мы... Я говорил своей партнерше по группе о том, что мы должны выпустить, стать знаменитыми до 18. В общем, 30 — это все, это вот эти шаблоны. Надо стать популярными до 18, да, чтобы как-то развозь эти все шаблоны развенчать. Вот. А сейчас понимаю, что не в 30. Дело даже не в том, что я не стал кем-то. Все это мой путь. И главное — это то, что у меня в голове, да. На мозги вроде как что-то должно примагничиваться, притягиваться какая-то, что-то хорошее, да. Ну вот. Ну я вот даже в отношениях сталкиваюсь, что мне постоянно говорят, какой ты хороший чувак, береги себя. Но парой стать со мной никто не может. Ну то есть ты работающий, и в отношениях и ухаживаешь, и следишь, и к чему-то стремишься, и развиваешься, у тебя есть мечта, и ты не хочешь сидеть ни у кого на шее, и ты хочешь сам, все сам. И при всем при этом я один. Ну и вот то же самое и с карьерой, да. Вроде бы и все умею, а каждый раз себе какой-то с каким-то скрипом вот эту выбиваю себе, эту зарплату. Разве человеку, который что-то стоит из себя, нужно выбивать эту зарплату? Наверное, может. Ладно, на 47 минут наговорил. Выводы какие? Выводы тут. Выводы только в том, что месяц январь был непростой. Как ни погляди. Было, правда, много чего хорошего. Но то, что я сейчас абсолютно в какой-то бездне, и не знаю, что будет дальше, не знаю вообще ничего, что мне дальше, куда меня эта жизнь приведет. И вот это, конечно, такое себе. Может быть, когда-нибудь я посмотрю это видео. Я сейчас, конечно, вот хочу нажать стоп, и у меня уже в голове такая мысль, типа, 10 лет спустя я смотрю это видео из своего замка на островах. Такой, да, и думаю, блядь, господи, ну, какой дитё, какой дитё, что он там все загонялся. Вот, но... Ну, так не будет. Ладно. Спасибо.